Лариса Журавович Рисовать хотела с детства Для меня вдохновителем была соседка моя Девчонка такого же возраста Когда я увидела ее альбом Все, что она нарисовала Я подумала, что и я сделаю Не так же, но буду рисовать Все, что вокруг видела Начала рисовать А вот уже конкретно стать художником Выбрать такой путь жизни Это уже как аппетит пришло во время еды Когда я уже училась В республиканской школе-интернате И вот долго-долго мучаясь Над очередным учебным заданием Я вдруг для себя поняла Что это не только учебное задание А есть там что-то такое Еще очень важное, нужное И это какая-то перспектива для меня Вот весь вот этот мир деревенской жизни И близких людей, который мне дорог Вот я в нем много чего нахожу Просто простые вещи, они же и есть Самое главное Вот солнце, небо, вода, земля, хлеб Семья, дом Вот это вот самые такие базовые вещи От них никуда не уйти От них уходишь, как от такой кочки Хочется отпрыгнуть в огромный мир И потом опять возвращаешься же сюда И оказывается, что это не просто точка отсчета А это еще и цель тоже То есть все равно Ты возвращаешься обратно Вот к своим корням Я вот абсолютно не приемлю вот эту фразу Гражданин мира То есть она, мне кажется, настолько уже Настолько, ну, чуждой вообще для человека То есть даже зверь он знает свою нору Как говорил Франциск Скорина То есть растение, оно тоже так же Вот все плодится, да, все растет Развивается только от корней Родина для меня это все, в принципе Я нигде в другом месте жить не могу Вся моя тема, она связана вот с этим Послевоенным поколением И вот этим бытом, который я видела еще в отрочестве Которое западает, вот как человек родился Ему это все запало, вот эта жизнь Он с собой ее всю жизнь носит, в принципе Не сбывает вот это время Там лет 10-20, вот этот промежуток Поэтому вот тогда жизнь, она была не очень богатая В принципе, все это было очень как-то ценилось И ценилось не деньгами, а именно трудом И вот я смотрю на этот трудовой кусок хлеба И за ним я вспоминаю и людей, и все поколение, всю жизнь Вот для меня вот это важно Я все это, конечно, ем Но когда я рисую, я отношусь к этому скорее Как философским объектам Более того, если я рисую яблоки Я потом их даже есть уже не могу То есть для меня они... Вот я смотрю и думаю, что яблоко вот это планета целая То есть для меня это такой источник ассоциаций Очень глобальных Которые я уже не воспринимаю Просто цель-то не для того, чтобы вызвать там слюну Знаете, как повесить в кухне, чтобы оно там возбуждало аппетит А в зале, чтобы отдыхалось А в прихожей, чтобы удивляло То есть не в этом же И когда смотришь на эти предметы философские То и отношение к ним совсем другое Города, они так или иначе будут как-то расти И по-своему в этом же есть тоже какой-то большой смысл Они же сами непосредственно деревню не убивают Но то, что исчезает потребность в том, чтобы деревня сама развивалась Ну агрогородки, конечно, это хорошо, я все понимаю Но именно вот эта деревня, которую я помню Когда каждая семья, она была образец такого домашнего хозяйства Не фермерства, а вот именно через каждую семью Этот вот труд на земле проходил Вот это уже исчезает Позавчера мы выехали Я хотела посмотреть пейзаж, который рисвал осенью Думаю, как он будет весной Мы приехали, дома уже нет Хотя он был крепкий, хороший дом То есть и таких сюжетов у меня уже очень много Деревня исчезает очень стремительно Это катастрофа, ну для меня Тема вот человека из земли, она же без труда, ну никак Да, можно работать всю жизнь на терморте И через предметы показать этот труд Я это и пыталась Но все равно, вот как говорят, из песни слова не выкинешь А хочется показать и человека, и как человек с землей Вот, ну неполный опять-таки этот мир получается И потом все-таки эта жизнь, мне жалко этих людей Они так тяжело жили Они, эта работа такая тяжелая Ведь для меня искусство рождается не только из восхищения красотой Тем более, ну у нас Ну тем более, что она, вот если взять ноябрь или зиму Ну не так уж это романтическая красота Да, вот все это распутится и мокрый снег У нас цветет природа не так долго Вот, а еще искусство рождается, оно же, из сопереживания Из какого-то ощущения боли Из желания, чтобы все кто-то понял и разделил это То есть вызвать сочувствие и уважение к этим людям А вот это как раз через труд То, что рядом, вот сам мир, он даже в любой своей точке, да Или в Беларуси, или где-то, он настолько гармоничен Он настолько вот, как кристалл, он весь вот собран из таких красивых моментов Которые просто нужно замечать Мы немножко, может быть, просто относимся так уже бытово К тому, что нас окружает Ну да, своими делами, с возрастом особенно уже Начинаем относиться, вот даже как-то прагматично, может быть По себе это тоже иногда замечаю Но все равно, вот меня радует, что я каждый год нахожу что-то Что, мне кажется, я видела первый раз в жизни Вот обязательно, или птицу, или какое-то растение, мне кажется Как же так, я никогда этого не видела Вот, но сама природа, она настолько вот многогранна Что, вот для художника это вообще То есть каждый кусочек в разное время суток, в времени года В разную пору времени, он настолько по-разному играет Что, как калейдоскоп, это никогда практически не повторяется Когда человек живет в природе, вот это точно, он находится в гармонии Вот точно, вот они созданы друг для друга, это однозначно То есть нельзя прийти в лес или в поле выйти и чувствовать дисгармонию То есть это вот то место, которое человек сам себя лишает, кстати, в городской жизни Просто знаю множество художников, знаю много талантливых людей Если бы вот выбрать статистику по каждому району, да Что он дал, вот и Беларусь, и Россия Мне кажется, вся Беларусь без исключения талантлива Я думаю, что нет таких вот мест, которые были бы, ну как плодовиты, да А которые остались без известности Вот каждый кусок, мне кажется, взрастил кого-то очень нужного, важного, талантливого Поэтому для меня и Родина, как бы она в этом ряду Тут важны две вещи Одна, это насколько ты можешь состояться как художник, и это плюс То есть здесь есть деревенская тема, значит, я должна здесь жить Здесь есть близкие люди, здесь есть мой мир, значит, я должна здесь жить И это огромный плюс, то, что я вижу перед собой Мне не нужно сидеть в мастерской и выковыривать что-то из больного самосознания Да, какие-то там сюжеты Ну, каждый сделает свой выбор Если бы я хотела действительно вот какого-то коммерческого успеха Или там действительно выдвинуться так, да Как-то, чтобы быть на виду, надо было оставаться где-то в Минске Вот, ну, если я хотела сделать эту тему Быть рядом с родными людьми в своем мире То, значит, я сделала правильный выбор Когда я вижу работы, это касается всего авангардного искусства Ничего не хочу сказать против художников, да, которые им занимаются Это их личное дело, право, может быть, это их судьба Но, когда для изображения нужно еще вот такое теоретическое обоснование Вот такое теоретическое, да, обоснование То, мне кажется, пусть тогда человек ограничится словами А изобразительное оставит уже То есть дело, суть изобразительного искусства в том, чтобы через видимое показать Своё, да, восприятие, там, осмысление и прочее-прочее разные вещи Не буду даже перечислять, как много можно сказать Вот, но когда я вижу какую-то закорючку и там звук вот столько объясняется Ну, значит, человек и нашел средств изобразительных, чтобы это все выразить Вот это хоть убейте меня Вот мне очень нравится своим подходом вот именно к отображению мира Питера Брейгеля То есть для меня это, конечно, был такой толчок в сердце, когда я его увидела То есть как можно через простой сюжет отобразить вот все мироздание Ну, времена года его, это, конечно, то есть нет, конечно, даже и смысла подражать или что-то Но взять как пример вот всю глобальность его вот Как он смог через малое показать большое Там же работа небольшая совсем Как можно это? Я, ну, это загадка просто Народ, то место, где он живет, вот климат, природа и как оно сформировало его душу Вот если можешь выразить эту душу народа, вот это уже национально Через что? Неважно, через Таня, через письма Она есть, все-таки люди очень сильно отличаются от народа, да? И белорусы они тоже отличаются Вот если, вот эта задача максимум, конечно, передать вот белорусский дух, белорусскую душу Через все какие-то такие простые, вроде бытовые вещи Буду стремиться Мне кажется, это некоторая сдержанность, скромность, может быть, осторожность Бережливое отношение к людям Бережливое отношение к вещам, в том числе Ко всему, что они имеют Очень расположенное к другим Вот зайдешь в дом, вот как к родному человеку тебе Всю душу раскроют, вот расскажут, поговорят Даже простыми словами То есть видно, что человек не держит дистанции Сама идея, как ни странно, уже была у всех на устах Потому что Белорусская Божья Матерь, вот икона эта, да? Она и, ну, слово нехорошая бренд района, да? Ценность, причем ценность духовная Не торговля, не какая-то экономическая, да? Не предприятие какое-то, а это очень редкость Для меня это такая большая радость Что я к такому важному событию имела какое-то отношение И тем более оно имеет духовный смысл Я, конечно, очень рада Ну, мы каждый день обращаемся к Богу, да? Практически Самые частые слова — это «Боже, помилуй меня грешного», да? Самые частые Но конкретно говорить о том, что, можно сказать, при встрече Вот вы понимаете глобальность этой встречи? И когда она может... Мы же не встретим просто так, да? Зайти в магазин То есть что душа может сказать Богу? То есть я бы не стала даже прогнозировать А кто знает, о чем он спросит? И спросит ли? Я могу, знаете, как вот в геометрии всегда любила метод от противного, да? Каким не должен быть мужчина Для меня не мужчина, когда он просто живет как овощ такой Знаете, вот пиво, футбол, телевизор, спать Очень ценю мужчина, когда они выполняют предназначенную их жизнью роль То есть это действительно оплот семьи Это сильный характер Это ответственность за решение За жизнь семьи Это, наверное, такая роль созидательная в жизни То есть они действительно не то, что просто работники Или зарабатывали денег Это люди, которые строят мир Я считаю, что женщина должна и помочь мужчине, конечно Во всяком случае не мешать ему Да А второе, она тоже в меру своих сил Таким строителем должна быть Тут вот я солидарна То есть может быть потому, что какой-то У меня не сразу появилась семья То есть я и на себе чувствовала ответственность Что я что-то должна сделать в этом мире Пусть даже путем творчества То есть если у женщины получается сочетать семейные дела И с каким-то еще своим подвигом жизненным То есть будь это творчество или любая другая профессия Если у нее это получается, я только за двумя руками Если опять-таки сравнивать с предыдущими поколениями Мы же живем как сыр в масле И при этом, посмотрите, и все это сжалуются Цены дорожают И в Беларуси уже чуть ли не на первом месте по количеству машин Да, в СНГ на душу населения И все равно все жалуются и страдают Чтобы мы больше думали о важных вещах О духовной жизни О развитии страны О патриотизме О национальной культуре Чтобы мы что-то делали очень Ведь жизнь, в принципе, довольно сжата во времени Чтобы мы успели сделать для страны Что-то очень важное и для людей Очень главное Вот жить и думать о главном Вот так Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...